125 тысяч гектаров рисовое поле Краснодарского края. На площади свыше 46 тысяч гектаров возделывается эта ценная культура в Славянском районе. Рисосеющие хозяйства района вырастили хороший урожай белого золота со средней урожайностью свыше 68 центнеров с гектара. Теперь важно, пока позволяет погода, вовремя его убрать. Рисовая страда в Славянском районе перевалила за свой экватор. Урожайность радует и значительно превышает прошлогоднюю. На уборке риса главное не допустить потерь и работать с максимальным напряжением. 10 тысяч гектаров риса больше всех в районе зерновой компании Новопетровская. В первом отделении хозяйства, где мы побывали, рисовые чеки занимают 1695 гектаров. Серьезная подготовка к уборке, соединенная с большим опытом, позволяют аграриям работать эффективно и слаженно. Уже перешагнули половину площадей, убрали. Средняя урожайность на сегодняшний день составляет где-то 83 центнера за гектара. Ну, есть перспективы немного, конечно, повысить урожайность. Благодаря прекрасному коллективу отделения решаются все поставленные задачи. Коллектив у нас хороший, слаженный. Много лет, так сказать, работаем вместе. Каждый знает свою работу, выполнять ее качественно, организованно. К уборке готовились, как обычно, хорошо. Четверть века трудовой комбайнерский стаж Анатолия Бойко. Он работает без поправки на возраст, выдавая из бункера своего комбайна порядка 70 тонн риса в день. Уже 25 лет на комбайнах, конечно, опыт помогает, все. Ну, работаем, кондиционер, печка, все более-менее комфортно, лучше. Намного. Силы есть еще? Конечно. Будут силы, будем работать, все убирать, все равно страну кормить надо. Погода благоприятствует и для уборки используется каждый погожий час. Убранный рис сразу же доставляется на мехток хозяйства, где делается анализ зерна, и оно готовится для отправки на элеватор. Семена риса запасаются здесь же. Зерновая компания самостоятельно обеспечивает себя ими. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа События.